Ашлянфу – закуска, которая готовится в дунганской уйгурской кухне. У всех есть свои особенности, начиная с правильного произношения названия блюда, заканчивая его компонентами. Я нашла свой рецепт. Ашлянфу – очень интересное блюдо, его можно кушать в холодном виде как закуску или салат, а также в горячем как густой суп или гарнир к мясу или рыбе. Рецептов это блюдо существует огромное количество, готовят его даже с мясом или птицей. Нет однозначного ответа, как приготовить традиционный вариант кушанья. Изучив историю блюда, могу с уверенностью сказать, что рецепт абсолютно вегетарианский, хотя и очень сытный. Но никто не запрещает кушать его как гарнир к горячему. Блюдо по природе своей достаточно острое, вы можете самостоятельно регулировать количество красного острого перца. Как же готовлю это блюдо я? Легко и быстро записывайте рецепт. Лапша из пшеничной муки – 200 грамм. Яйцо куриное 2 штуки, перец сладкий – 1 штука, помидоры 1 штука, лук репчатый – 1 штука, дайкон – 1 штука, морковь – 1 штука, зелень – 1 пучок, рисовая лапша – 100 грамм, соевый соус – 50 грамм, чеснок – 1 штука, уксус – 100 миллилитров, масло растительное – 3 столовые ложки, молоко – 50 миллилитров. Красный перец жгучий – 0,5 чайных ложки. Соль – 0,5 чайных ложки. Количество порций – 2. Овощи помойте, почистите и нашинкуйте мелкой соломкой. Зелень также мелко нашинкуйте. Овощной набор для заправки готов. В подсоленной воде отварите лапшу до готовности. Пока готовится лапша, приготовьте омлет. Смешайте яйца с молоком и солью, хорошенько взболтайте. Вылейте заготовку на сковороду и приготовьте тоненький омлет. Остудите и нарежьте соломкой. В идеале в блюдо нужно класть широкую лапшу из рисового крахмала, у меня ее не оказалось под рукой, я использовала тонкую. Замена, конечно, не идеальна, но к блюду подошла. Залейте ее кипятком на 15 минут. Когда подготовлены основные ингредиенты, приступим к подготовке заправки. Для этого на раскаленном масле обжарьте все овощи буквально пару минут. Добавьте уксус, соевый соус и специи, потомите пару минут. Начнем собирать наше блюдо. В глубокую посуду положите немного пшеничной и рисовой лапши, а также небольшое количество омлета. Обильно полейте заправкой с овощами, дайте блюду немного остыть, украсьте и подавайте к столу.